Хотел бы поговорить о встрече Путина Лукашенко на полях Беларуси. Лукашенко начала достаточно сильно трясти при виде Путина. Мы можем с вами посмотреть эти кадры, и наши зрители в том числе, сейчас режиссёры покажут. В общем-то, Путин прибыл в Минск на встречу с Лукашенко. Видео вот это вот нам демонстрируют пропагандистские телеграм-каналы. Вот интересно, это страх, это вожделение. Почему такая немножко странная реакция? Головой начал так микро какие-то такие, знаете, интересные движения, которые, возможно, приоткроют нам какие-то внутренние отношения к Путину? Ну, вы знаете, вместе с Путином в Минск с специальным визитом также прибыл и специальный советник Британии Джеймс Паркинсон. Но если серьёзно, конечно, мы видим, что у Лукашенко есть проблемы со здоровьем, я думаю, что это уже не предмет мой, как политика, квалифицировать эти проблемы, но это, скажем, трясучка головы, правильно сказать, она была заметна уже не первый раз. Несколько раз мы это видели. И в ходе интервью его, кстати, псевдо-украинской журналистки пропагандистки, это было замечено. И когда он встречался с целым рядом западных журналистов, там были американские журналисты несколько месяцев тому назад. Так что это не впервые. Мы видим также у Лукашенко, наверное, такие смешанные чувства. Если посмотреть на его лицо, если это можно назвать так, у него есть радость, у него есть страх и у него есть ожидание и надежда. Радость, потому что барин пожаловал, и он рад тому, что всё-таки сам барин приехал к своему холопу. Страх, что барин может отобрать ярлык на правление в Беларуси, отберёт, не отберёт, уменьшит возможности правления или сохранит то, что сейчас он имеет. И надежда, надежда на то, что может всё-таки денег барин отвалит. Вот это такое холопское чувство, да, потому что чрезмерной такой радости, холопской унижения. Вот такое ощущение, может, даже упал бы на колени и пятки бы начал целовать. Вот на этом ковре, прямо как вы показываете. Давайте вспомним, кстати, что ранее Путин и Лукашенко встречались достаточно продолжительно, по много часов, а вот в ходе этого саммита УДКБ что-то мы с вами не наблюдали, что была встреча их продолжительная, тет-а-тет. Сидели на диванчике в главном этом холле того дворца, который за народные деньги 100 миллионов долларов Лукашенко построил. Они потом в машинке проехали в аэропорт, а ведь двусторонней встречи не было. Это получается, что ещё один посыл, что действительно Лукашенко здесь имеет статус холопа. Или, может быть, даже министра Путина. Нету равного отношения. Если ты пожаловал в Минск и не проводишь двусторонние переговоры, это редчайший случай. Я не помню, как дипломат такую ситуацию. То есть у него было лимитировано время у Путина, и не нашлось в его плотном графике, когда он прилетел в Минск, а он нечасто куда-то, мы знаем, летает, времени, чтобы сесть и двусторонне поговорить с Лукашенко. Раньше Пул Лукашенко писал, они беседовали по 5-6 часов и столько-то минут. А сейчас остались минуты, но часов как-то не наблюдалось. Ну, по крайней мере, в ходе этого визита в рамках ОДКБ. Да, действительно, скудненько. Это нам, в принципе, проявляют все эти факторы, которые вы выше описали. Хотелось бы отдельно по теме детей тоже поговорить, но перед этим не могу не спросить. Вот эти заявления про ядерное оружие. Лукашенко заявил, что только ядерное оружие гарантирует безопасность в регионе и дает право голоса на международной арене. Мы помним заявление, как они вот с Путиным или Лукашенко один пытался Атакаева тоже уговорить на эту ядерную триаду какой-то безопасности. Вновь звучат эти сигналы про ядерное оружие. Ну, а в отношении Беларуси и Лукашенко, знаете, так складывается ощущение, что время от времени что-то происходит, дабы напомнить, что есть такая угроза. То есть им сначала ядерное оружие передали, очень много взглядов было к этому приковано, потом затишье. Теперь опять. Ну, вы знаете, скажу так же образно, внешнеполитический пантент получил удовлетворение. Потому что с точки зрения внешней политики Лукашенко ничего не представляет собой. Внешней политики у Беларуси нет. Лукашенко поставил на ней жирный крест. Он является абсолютным рупором, марионеткой Кремля. И это равно политика внешней России. Но он получил удовлетворение, как внешнеполитический импотент, тем своим вожделением иметь именно ядерное оружие на территории Беларуси. Он, конечно, сегодня сказал эту фразу «российское ядерное оружие». Раньше он хвастался на эфирах, на встречах, о том, что вообще-то это чуть ли не мое ядерное оружие. Наклеивал там флажки свои красно-зеленые, пытался доказать, что он управляет этим ядерным оружием. Но сейчас, похоже, ему тоже из Москвы пришел такой четкий месседж. «Не вздумай говорить, что это твое ядерное оружие». Сказал «российское». Но Лукашенко же удовлетворился почему? Потому что он всегда мечтал иметь в наличии это ядерное оружие на территории Беларуси, считая, что это гарантирует его уже пожизненную власть, что это вводит его в мировую политику. И поэтому он и произнес этот тезис, как будто он слушает эфиры, в том числе наши с вами и многих политологов, я здесь не претендую с вами на какую-то эксклюзивность, что действительно тех, кто имеет ядерное оружие, в мире они с ним будут считаться. Вот что-то подобное, наверное, и сказал сегодня Лукашенко. Да, вот он реализовал свою мечту. Ну, вы знаете, он же продолжает, наверное, балансировать. Вот хотелось бы вашу оценку и анализ вот этого баланса между Россией и странами Европы, которые до сих пор все-таки имеют некие отношения, какой-то диалог. Ну и также не можем не вспомнить баланс военного характера. Да, он совершил преступление, он запускал ракеты, но так до сих пор Путин его и не дожал до полномасштабного вторжения. А надо ли это Путину? Давайте разберемся. А зачем это сегодня Путину, когда сборочным цехом производства вооружения, а вооружение сейчас является одной из ключевых проблем для российской армии и в целом в мире. Мы понимаем, насколько истощены склады и в Европе, и в том числе и в Соединенных Штатах Америки, насколько Россия также требует дополнительных вооружений, когда она покупает ее в Северной Корее, рассматривает вопрос покупки баллистических ракет в Иране. Ему Лукашенко нужен для того, чтобы быть хабом, через который из-за абсолютно бессмысленной, непонятной санкционной политики через Беларусь идет огромнейший поток технологического и иного оборудования для производства вооружений в интересах Российской Федерации. И никто в Европейском Союзе почему-то не хочет эту дырку закрывать, понять это не хочет, может быть понимает, но по каким-то для меня непонятным причинам не закрывает. И он производит оружие. Если же он втягивается в войну под давлением Путина, что получается хаос в Беларуси, потенциальные проблемы. Ведь давайте говорить, не Лукашенко гарант того, что белорусские вооруженные силы не направлены были в Украину и не направляются. Гарантом является, сдерживающим фактором является белорусский народ, потому что все социологические службы, а мы пользуемся четырьмя источниками различных социологических служб, говорят, что 90% белорусов выступают против участия Беларуси в этой войне. Да, там потом уже раскладывается немного хуже, к сожалению моему, как белорусу, восприятия действий России в этой ситуации. Но в целом пацифизм белорусов понятен. Опять же, этот анализ был в 2022 году в составе вооруженных сил Беларуси. Эта информация, которая поступала из закрытых источников, было два анализа. КГБ и оперативно-алитического центра Лукашенко. Что и вооруженные силы не хотели идти по земле в направлении Украины. Вот в чем является причина. Поэтому здесь не вопрос дожал-не дожал. Тут вопрос в том, что будет проблема, будет хаос в Беларуси. И он на сегодняшний день не имеет, Лукашенко, гарантии, что если он пойдет войной в Украину уже по земле, а не только о чем вы вспомнили про ракеты, самолеты, что это не приведет к трагическим для него последствиям. Поэтому в данном случае и Путин так же это понимает. Я думаю, что здесь это все считывается. Если бы Путину это очень надо было, сломал бы он через колено Путина Лукашенко, и это бы сделали. Здесь есть другие причины. Это на мой взгляд. Услышал вас. Такая болющая тема. МУС может объявить Лукашенко в розыск на вывоз украинских детей в Беларусь. Именно болющее с той точки зрения, что продолжается эта история с кражей детей. Пока что абсолютно безнаказанно. В общем-то, хотелось бы услышать вашу оценку. Вот некоторую информацию нашим зрителям зачитаю. Перемещение украинских детей на так называемое оздоровление, по информации вашей, это я из статьи взял, проводится по согласованию с Путиным и Александром Лукашенко. Все обвинения в насильственной депортации власти Беларуси, причастные к вывозу детей, отрицают. Вот хотелось бы с нескольких сторон рассмотреть этот вопрос. Перспективы и в международном уголовном суде, и, конечно же, дальнейшая жизнь детей, которых украли. Давайте, может быть, попробуем вот так вот четко еще раз проанализировать все те собранные материалы, которые были собраны народным антикризисным управлением нашей команды. И в последующем, буквально на прошлой неделе, был опубликован доклад Ельского университета, Ельской лаборатории, которая также и ссылается, в том числе, на наши материалы, и получила из своих источников, анализирует те сведения, которые им удалось собрать. Во-первых, мы понимаем, что эти действия Лукашенко реализовывает по вывозу незаконному украинских детей и их переобразованию совместно с Российской Федерацией. Первое, это совместно. Делается это системно, то бишь на постоянной основе. Группы детей из временно оккупированных территорий Украины вывозятся на территорию Беларуси. Осуществляется это, третий элемент, в рамках так называемого союзного государства Беларуси и России, где формальным руководителем является Лукашенко, который и подписывает соответствующее решение. Финансирование осуществляется также из средств союзного государства. Это я говорю, что с точки зрения того, что мы считаем абсолютно доказанным, абсолютно очевидным, подтвержденным из источников средств массовой информации, из документов, которые нам удалось собрать, из видеофиксации, из инсайдерской информации, копии контрактов, которые нами получены, и иных сведений. Вывоз осуществляется. Осуществляется факт, имеет место быть с оккупированных территорий на территории Беларуси, через территорию Российской Федерации, через Ростов-на-Дону. Осуществляется индоктринация украинских детей на территории Беларуси, то бишь их переобразование. Это тоже факт, потому что это подтверждено, как с ними работают пропагандисты Лукашенко. Работают в том числе филиалы «Ночные волки», «Ночные валькирии» на территории Беларуси, российских структур. Работают так называемые артисты, мы вспоминали этих сестер Груздевых и многих других. Работают конкретные общественные организации, такие как Фонд Талая, Белорусский Республиканский Союз Молодежи и другие, которые мы пока еще не называем, потому что они переданы в Международный уголовный суд, и мы пока не хотели бы озвучивать эти организации. И мы понимаем, что в результате происходит их вывоз детей, переобразование детей и дополнительный элемент – это усыновление детей уже на территории Российской Федерации. И у нами также собраны определенные доказательства, что это усыновление на территории Российской Федерации осуществляется, потому что мы передали конкретное досье как Международному уголовному суду, так и украинской стороне. Так что на наш взгляд, по мнению наших юристов Народного антикризисного управления, роль Лукашенко в совершении этих военных преступлений, связанных с незаконным вывозом украинских детей и их переобразованием, доказана. У нас здесь нет никаких сомнений. Вот здесь уже нужно это четко понимать. Вопрос правовой квалификации, конечно же, с точки зрения Международного права, это исключительно компетенция прокурора Международного уголовного суда. Материалы туда завезены, переданы, подшиты, анализируются. Американская сторона подготовила отчет. Насколько я понимаю, он также, но однозначно попал в руки прокуроров Международного уголовного суда. Соответственно, сейчас мы продолжаем сбор доказательств, но вместе с тем уже есть база, на основании которой можно рассматривать какие-то процессуальные решения. Ну, решение, еще раз говорю, мы не хотели бы здесь оказывать какого-то политического давления. На наш взгляд, роль Лукашенко в этих преступлениях доказана. Если так действительно, как вы говорите, доказано, то хотя бы, я понимаю, это сложный вопрос, но хотя бы навскидку мы сможем увидеть ордер на Лукашенко в этом году или это уже вопрос следующего года? Ну, пока мы видим, что Путин на прошлой неделе наградил орденом Алексея Талая, паралимпийца, который является главным исполнителем воли Лукашенко на территории Беларуси, который выезжал на территорию оккупированной Украины и занимается организацией системного вывоза украинских детей на территорию страны. Вот орден мы видим, да? Будет ли ордер? Ну, еще раз говорю, есть reasonable ground to believe, есть абсолютное понимание того, что собранные материалы, они открывают всю эту картину во взаимодействии. Даже, кстати, американский доклад говорит именно о сотрудничестве, систематическом сотрудничестве Лукашенко с Россией. Этот доклад, кстати, он дополняет тот первичный доклад, который был подготовлен Ельским университетом в феврале 2022 года, а за этом последовал ордер на арест. То есть это в дополнение к этому докладу, это не то чтобы отдельный доклад. Насколько я понимаю, он развивает его, расширяет. Но какая будет квалификация? Ну, еще раз говорю, не хотел бы я здесь оказывать какое-то давление информационное, не знаю там, но еще раз говорю, это исключительно роль независимого института прокурора Международного уголовного суда. Последний короткий вопрос, если я так понимаю, что все достаточно серьезно подготовлено и уже отправлено, и это обрабатывается, остается единственный момент, это какие-то серьезные политические препятствия. Существуют ли они? Надеюсь, что нет. Потому что, понимаете, демократия не победит тогда, когда не наступает ответственность. То есть демократия победит только тогда, когда наступит ответственность. Лукашенко в течение этих 30 лет совершил такое количество преступлений. Сейчас он перешел на уровень систематических атак в отношении гражданского населения. Так это квалифицируется международным публичным правом в отношении населения Беларуси. Он стал соучастником агрессии. Он занимался захватом гражданского самолета, миграционной войной. И он занялся военными преступлениями, связанными с депортацией украинских детей. И ошибка заключается в том, что никогда не наступала ответственность. Поэтому демократия победит только тогда, когда наступит ответственность. Я верю в то, что уже просто настало время говорить о праве, о законе, а не дискутировать, применить ли к Лукашенко уголовную ответственность, потому что это повлияет на какие-то геополитические процессы, или не применить, потому что это повлияет в другую сторону. Если право не будет работать, то мы будем жить в этой ситуации, в которой перманентно живет белорусский народ и в которой живет мир. Ведь сегодня мы тоже ставим вопрос, почему нет ответственности за агрессию. Все начинают дискутировать, а вот, да, может быть, мир надо подписывать. А ответственность что, не должна наступить? Ведь факт агрессии имел место быть. Так же и факт преступления со стороны Лукашенко. Уже столько совершено, должна наступать ответственность. Иначе анархия, иначе в мире начинается, ну, полный, не знаю, коллапс. Не будет работать в мировой порядок, система, это все разрушается. Полностью поддерживаю, добавить нечего. Павел, спасибо большое за ваши ответы на мои вопросы. Желаю вам хорошего вечера. Спасибо, взаимно. Спасибо. Заступник керівника Объединенного Перехідного Кабінету, керівник Народного Антикризового Управління Павло Латушко долучався до нашого ефіру, говорила, відповідно, щодо Білорусі, Лукашенка і Путіна, і того, що відбувається поміж цими двома особами, і, звісно, їх спільна відповідальність за те, що вони зробили. Дякую за перегляд!